Наши видеообзоры по новым автомобилям. Бюджетная модель довольно-таки востребована на нашем рынке. Здесь мы видим M-Grant в максимальной комплектации, флэкшип. Стоимость данной модели 56 900 рублей. Есть версия попроще на механической коробке передач. Стоимость ее будет 49 200 рублей. В максимальной версии у нас будет кожаная отделка салона, светодиодная оптика, камеры с завода сразу сзади и парктроники. Интересный автомобиль в плане практичности. Соответственно, здесь мы видим в средней комплектации на полном приводе автомобиль Atlas Pro комплектация Luxury. Вот эта комплектация Luxury может выходить за рамки по ожиданию, за рамки трех месяцев. Это может оказаться и 4, и 5 месяцев, особенно если этот цвет черный-серый. Бюджет покупки 85 560 рублей. Какой тут адрес? Ась, Валшасова 55. Друзья, ну что, мы приехали в город Минск, Валшасова 55, автосалон китайских автомобилей, черри и хавал. Как найти или купить хороший автомобиль? Компания The Best Auto поможет вам в этом вопросе. Мы занимаемся подбором авто в РБ и пригоном авто из США, Европы и Кореи. Имеем проверенных специалистов и всегда сможем посоветовать при выборе автомобиля. Наши компании лучшие специалисты в данной сфере, которые знают нюансы автомобилей разных марок и моделей. Автомобили, подобранные нашей компанией, всегда соответствуют требованиям клиентов. Компания The Best Auto. Для нас главное качество и ваше время. Друзья, всем привет. Ну что, у нас продолжение. Наши видеообзоры по новым автомобилям в 2024 году. Начнем мы с автосалона GILLE. Также побываем в автосалоне KIA и другие автосалоны. В первую очередь интересуют автомобили в самом низком ценовом сегменте. Что сейчас можно купить из бюджетного в 2024 году? Огромная просьба поставить под этим видео лайк, сделать репост и досмотрите его до конца. Дальше интересней. Всем приятного просмотра. Сегодня рассказывать нам по автомобилям будет GILLE менеджер Владислав. Добрый день. Здравствуйте. Ну и начнем с самого доступного, наверное, это GILLE M-Grant. Абсолютно точно. Бюджетная модель, довольно-таки востребованная на нашем рынке. Здесь мы видим M-Grant в максимальной комплектации, флэкшип. Стоимость данной модели 56 900 рублей. Есть версия попроще на механической коробке передач. Стоимость ее будет 49 200 рублей. Данная модель идет под заказ. Срок поставки будет порядка 2-3 месяцев. На бумаге прописано до 3 месяцев. Для этого необходимо заключить договор с предоплатой 2 тысячи рублей. И ждать автомобиль в поставке останется до 3 месяцев. В максимальной версии у нас будет кожаная отделка салона, светодиодная оптика, камеры с завода сразу сзади и парктроники, зеркала с электроприводом складывания, люк, тоже шикарная опция. В версии на механике немножко попроще. Там чисто будет конденционер, электростеклоподъемники, хорошая мультимедийная система. Оптика уже, например, галогеновая. И диски не литые, а стальные на колпаках. По кредиту? По кредиту льготная ставка доступна. Аванс необходим 30%. И на 3 года льготная ставка предоставляется 7,2% от Беларусьбанка. 7,2%. А на максимально возможный срок? Максимальный срок и так 10 лет, 3 года льготный, а потом уже повышенная ставка. Жили Атлас Про. Да, тоже более интересный автомобиль в плане практичности. Соответственно, здесь мы видим в средней комплектации на полном приводе автомобиль Атлас Про комплектация Лакшери. Вот эта комплектация Лакшери может выходить за рамки по ожиданию, за рамки трех месяцев. Это может оказаться и 4, и 5 месяцев, особенно если этот цвет черный, серый. Бюджет покупки 85 560 рублей. Именно представленный? Именно, да, представленный экземпляр. Есть версия, опять же, в бюджетной комплектации за 77 640 рублей и в более максимальной за 92 000 рублей. В бюджетной комплектации есть уже и климат-контроль, круиз-контроль, подогревы сидений, руля, камера заднего вида, парктроники. Автомобиль на литых дисках будет. В максимальной комплектации, например, добавляются удержание в полосе, системы автоторможения, считывание дорожных знаков, с дальнего света на ближний переключается. Важная опция электропривод багажника. Что же касается наличия, то ждать его надо будет дольше, чем... В зависимости от комплектации. В базовой и максимальной комплектации до трех месяцев, а вот в средней комплектации, которая называется Лакшери, может выходить за рамки трех месяцев. LG, он же CoolRay в прошлом. Да. А какие-то изменения есть по нему? Из изменений, да, здесь поставили аккумулятор белорусского производства, Zubr, либо российского производителя, Acom. Также автомобиль теперь идет с увеличенной локализацией, то есть остекление заявленное BLG. В принципе, все изменения, вся основная техническая часть стала такая же, как у предыдущей модели G-Li-CoV-Ray. По большому счету только такой ребрейдинг, наверное. Именно, то есть наш завод решил заявить о себе, что он умеет производить свои автомобили. По факту это тот же самый G-Li-CoV-Ray, только уже на своей платформе от BLG. Так, что по нему? Здесь комплектация представлена средняя, она будет с панорамной крышей, подогрева сидений и руля, дистанционный запуск ключа, что интересно, потому что этого нету в модели Atlas Pro и даже в модели G-Li-Tugelo. Соответственно, камера сзади, справа, бесключевой доступ, климат-контроль, круиз-контроль, все теплые опции. В бюджет 69 тысяч 240 рублей, и это самая ходовая, самая востребованная комплектация автомобиля. Есть версия попроще, в комплектации стандарт, без панорамной крыши, без подогрева руля и заднего ряда сидений. Но сохранится конденционер, подогрев передних сидений, камера сзади, дистанционный запуск по цене 66 тысяч рублей. 66 тысяч. И в максимальной версии 77 640 добавится уже кожаная отделка салона, зеркала будут с электроприводом, на зеркалах есть индикация слепых зон, близ, так называемая система. Оптика светодиодная станет, и появятся камеры спереди и слева, то есть камеры кругового обзора будут уже в автомобиле. А по ожиданию? По ожиданию, также до трех месяцев вписываемся. До трех месяцев. По договору с предоплатой 2 тысячи. Или есть какие-то тоже? По комплектации, в принципе, комфорт наиболее востребованный, но, опять же, 2-3 месяца мы найдем автомобиль. Тоже 2 тысячи? Да. Первоначально 2 тысячи платит человек, заключается в предварительный договор и ожидает до трех месяцев. Ну и флагман компании, это Gilly Tugela. Могу сделать акцент на том, что у нас еще есть более флагманская модель, это Gilly Manjaro. Она более, считается, премиальная? Да, да, это видно и в цене автомобиля. 126 тысячи в максимальной комплектации Tugela и 143 тысячи в максимальной комплектации Manjaro. Но тут тоже важно понимать, более спортивные формы кузова приобретают именно у Tugela. Manjaro более практичный семейный автомобиль, то есть больше места сзади будет, более представительский. Значит, Tugela представлена максимальной комплектацией, флагшип стоимость 126-800, автомобиль есть в наличии. Есть в наличии 23-й год, есть в наличии 24-й год, вот только-только подъехали. Только-только подъехал автовоз недавно. Manjaro такая же ситуация, есть в наличии и остатки 23-го года, есть в наличии 24-й год. При одинаковой комплектации 24-й, 23-й цена отличается? Цена никак не отличается. Ну, тут где-то кто-то как-то может быть готов обсуждать в индивидуальном порядке условия покупки. Но для этого вам нужно приехать к нам в автоцентр Джили. Какой тут адрес? А, Валшасова 55. Друзья, ну что, мы приехали в город Минск, Валшасова 55, автосалон китайских автомобилей, Черри и Хавал. Собственно, менеджер Егор сегодня нам проведет своего рода экскурсию. Собственно, начинаем. Первое, это нам интересно, самый бюджетный доступный автомобиль, который у вас есть в автосалоне. Вот начать бы с него. Да, это пройдемте, это 4 Pro в ряд. Есть на механике по стоимости 69 900. Сейчас наличия у нас нету, в течение двух месяцев можем привезти. Он на переднем приводе? Он идет только переднеприводная. Это представлена комплектация Style предмаксимальная. Цена именно этого? 84 900. 84 900, а начинается от 69 900. 69 900. Да, по стоимости. Также есть в разных цветах. Есть серебристые, есть белые. За цвет какие-то доплаты? Никаких доплат нету, цена уже, цвет входит в стоимость. То, что есть в наличии на данный момент, что можно сразу приехать и купить. Есть серые, есть серебристые. Комплектация предмаксимальная? Да, все верно. Кредит? Кредит, лизинг, рассрочки, все варианты. Кредит, я думаю, можно будет потом в конце рассчитать на какой-то из них. Да, да, да. На максимальный возможный срок до 10 лет. До 10 лет, да. Минимально у вас 10%. Ну и давайте, как вам удобнее, можно сейчас... Да, можем вариант 7 Pro Max. В наличии по стоимости начинается 88 700. Это представленная комплектация Elite. Есть комплектация Prestige, 91 900. Есть комплектация Ultimate, 98 100. То, что у вас есть в наличии? Есть в наличии все. И Elite, и Prestige, и Ultimate. Просто, что может быть не всех цветов. Ну, то есть, это не штучный какой-то. Нет, нет, нет. Есть, да, по наличию они у нас есть. Дальше идем вариант 8 Pro Max. Вот. По стоимости, это комплектация Ultimate. По стоимости 142 900. Ну, это такой, своего рода флагман, наверное, учили. Да, да, да. Это двухлитровый мотор на полном приводе. То есть, предыдущие автомобили, это передние приводы? Это были все только приводные. Они полноприводные? Есть вариация 7 Pro Max, полный привод. Вот. Их мы тоже возим, но только под заказ. А под заказ цену не сориентируете? 100 900 идет. Там уже идет 1,6 мотор на роботе. И 106 900 в максимальной комплектации. По представленному автомобилю, что за комплектация? Это комплектация Ultimate, самая максимальная. По стоимости 142 900. Она идет на полном приводе с двухлитровым мотором. Дальше. Вариация 8 Pro. 8 Pro сейчас в наличии все автомобили забронированы, но в течение двух месяцев можем привезти. По стоимости... На данный момент нет, только по предзаказу. Если предзаказ, какой первоначально заключается, наверное, какой-то договор? Договор пока не заключаем. Как только появляется ВИН-номер на машину, мы можем заключить договор. Пока никаких. Мы просто записываем список. Обычно какая оплата в каком процентном соотношении? Обычно 10% от стоимости автомобиля. По комплектациям что доступно? По комплектациям идет первая комплектация 108 400, максимальная комплектация 113 600. То есть две комплектации? Да, да, две. Тига 8. Они идут только в одной комплектации, только переднеприводные. По стоимости 94 900. 94 900? Да, в наличии есть один автомобиль. Именно представлено? Да, да, в белом свете. Также в течение двух месяцев можем привезти в любом свете. Ну, допов тоже каких-то навязанных? Нет, никаких нет. Вы можете забрать вот как есть автомобиль, хоть через полчаса мы можем на нем отсюда работать. То есть или забрать как есть, или если уже человек захотел, то может по выбору там что-то попросить. Да, да, зимние колеса, защиты, брызговики, обклеить антигравинной пленкой, коврики, без проблем, все это делать. А вот не скорректируете сколько вот, например, антигравинной, например, пленкой, защиты, чего-то? Антигравинная, нет, сориентирую, да. Брызговики порядка 200-250 рублей стоят, антигравинная пленка 1100. И уже там можно до бесконечности. А 1000 стоит, а что именно будет? Это будет капот, кусочек крыши, стойки, фары. А крылья? Крылья это уже дополнительно дальше идет. И под ручками тоже дополнительно? Под ручками тоже дополнительно, кромка дверей и внутри пороги. Что касается стоимости, которую вы озвучили, это примерно такая сумма на любой автомобиль или не индивидуально? Любой примерно она такая. Ариза 8, они начинаются от стоимости 103 тысячи 900 белорусских рублей. Вот это представленная комплектация Ultimate, это средняя, 106 900 по стоимости. Есть чуть выше комплектация, там 108-500, если я не ошибаюсь, но мы их пока не возим, но по заказ привезти можем. Представлен Ultimate. Нет, нет, это седан. Седан, да? Да. Это типа Е-класс, наверное, да? Ну да, считается как бы бизнес-класс. Бизнес-класс. Да, новая модель, она была только недавно представлена. В 23-м. В 23-м году, да. Ну, там, по-моему, в октябре мы их привезли. Нам бы, смотрите, еще кредит рассчитать на самый дешевый автомобиль, который у вас есть. Ну, я понимаю, это вот 4. Ну, в наличии, да, 4. И отрасрочки, нет, 3 срок? В каких-либо вообще переплат. Аванс идет 60% от стоимости сроком на 2 года. Переплат 0,01. Вот. И полностью по платежам. Сколько? То есть это без каких-либо вообще переплат. Ну, вот оно получается, аванс, 33 960 рублей. Да, да. Потом первый платеж 16 990. Это идет как бы 20%, да. И потом платежи 1580. И потихоньку они снижаются. И последний уже там 1086, 1442, 1442. Да, вот это. Да? Это кредит на 10 лет. Тоже с минимальным авансом 10%. У них есть первый льготный период. 8 месяцев по 3,9%. И уже последующие 16-44. Срок максимальный 10 лет. До 10 лет, правда, до срочного погашения. Правильно? Да. Что, господа, мы сейчас перешли в другую часть автосалона. То есть автосалон, если туда поверни, он разделен на две части. Там Черри, здесь Хавейл. Ну и вот мы, пожалуй, начнем Хавейлы смотреть. Вот с этого вот пикапа. Ну, что он напоминает? Тундру на минималках. Тундру только как-то поменьше, да, пикап. Название тут замудренное. GVM, Power, Premium. В общем, китайцы любят такие названия. 2 литра. Дизель, кстати, это дизельный автомобиль, не бензиновый. 2 литра на 150 лошадиных сил. Полный привод. 23-й модельный год. И цена, именно, я как понимаю, цена с учетом максимальной выгоды написана, это 146 300 белорусских рублей. Я понимаю, максимальная выгода, это когда вы покупаете, наверное, его за наличку, за полную оплату. Если автомобиль будет, наверное, в кредит, наверное, будет подороже. Вот тут написано на 7600 белорусских рублей. Одни внедорожники. То есть тут один только был седан. Ну, такой типа бизнес-седан, это у Черри. Здесь же Хавейл только паркетники. Если посмотреть, ни одного, ни седана, ни универсала, ни хэтчбека, ничего нет. И здесь Танк 300. Ну, и что касается по Танку 300, ребят, по сути, он еще, я понимаю, не продается. Ориентировочная цена будет от 150 до 160 тысяч белорусских рублей. Ну, это, грубо говоря, 47-50 тысяч долларов, если переводить это в доллар. И да, кстати, на момент съемки видео курс у нас, то есть, чтобы понять, сколько это в долларах, надо делить стоимость автомобиля на 3.15, чтобы понять, сколько это в долларах. По Танку какие-то там еще у них договоренности идут с поставщиком, с производителем именно вот этих внедорожников, паркетников, поэтому, я как понимаю, пока немножко притормозили продажу, и пока по нему информации нет. Как я уже сказал, предварительная цена от 150 до 160 тысяч будет вот именно в представленной комплектации. Хавейл М6, представленный автомобиль, стоимость 78 тысяч 100 белорусских рублей. Ну, опять же, если в доллары, ребят, переводить, 78-100, я не знаю, 1024, может быть, плюс-минус. Кому надо более точно, калькулятор вам в помощь. 143 лошадиные силы, полтора литра, комплектация Family на автомате на переднем приводе, тоже модельный год, 23-й. Ну, и здесь Хавейл Кинг-Конг, короче, называется это все дело, в комплектации в комфорт, 2 литра на 190 лошадиных сил, 23-й модельный год на полном приводе, 116 тысяч 800 белорусских рублей. Ну, чуть меньше 40 тысяч, наверное, там, 1038 там плюс, судя по всему, тоже пикап. Ну, кстати, похож с тем пикапом, который мы смотрели первый, но все-таки немножко отличается по оптике, по всему. Но тоже пикап. Хавейл F7, автомобиль с двухлитровым мотором на 190 лошадиных сил, на полном приводе, 23-й модельный год, стоимость 107 тысяч 100 белорусских рублей, получается 2 литра на 190 лошадок. Что касается комплектации, представленный автомобиль, это комплектация ТЭЧ Плюс. Джулион в таком голубом цвете, ну, именно представленный, с таким вот банком. В комплектации премиум, полтора литра, 143 лошадиные силы, передний привод, 23-й модельный год, и цена 79 тысяч 900 белорусских рублей. Хавейл Дарго, двухлитровый, на 192 лошадки, на автомате, на полном приводе, 23-й модельный год, 116 тысяч 200 белорусских рублей. Ну, хотел сказать, на Рубикон похож, но, наверное, не сильно он и похож на Рубикон, но, тем не менее. В принципе, если мы берем по Хавейлу, то самый доступный это Джулион, там, от 60 с копейками тысяч белорусских рублей, получается, в самой бедной комплектации. Практически все автомобили, которые мы сегодня показали, они есть в наличии, будь то автосалон Черри, будь то Хавейл автосалон, также мы побывали в автосалоне Джили. Ну, и давайте, тут даже мне интересно, так как это новинка, еще она, по сути, не продается. С подножкой. Оба, да, я даже присяду в этот папилат. Так, сиденье надо отодвинуть, явно не под меня, отрегулировано. Ну, вот как-то так. Ну, такой вот селектор передач достаточно необычный, интересный. Ну, да, по-брутальному сделано. Люк присутствует. Да, не три ряда сидений, два, кожаный салон. Но, опять же, как в любом, наверное, средне-бюджетном автомобиле, все-таки кто-то скажет, блядь, какая бюджетность за 50 тысяч долларов. Цена автомобиля от 150 до 160 тысяч будет. Но, тем не менее, так уж сложилось, что это, ну, все равно средний какой-то ценовой сегмент. Ну, тут уже, если посмотреть, да, вот этот вот пластик, он такой прорезиненный. Вот это вот, ну, похоже на кожу. Ну, опять же, не кожа, а эко-кожа. Такие вот круглые дефлекторы. Раз, два. Здесь они тоже сделали, видишь, такую инсталляцию. Третий такой кружок. Здесь различные подогревы, в том числе сидений. Также аварийка. Ну, не знаю. Ребят, напишите в комментариях, вот, рассмотрели бы вы их себе к покупке, вот, например, китайский какой-то здесь автомобиль, который мы посмотрели, будь то Havail, будь то Cherry. Кредиты на некоторые автомобили мы уже рассчитали. Посмотрели самые доступные автомобили в разных автосалонах. Ну, вот такие вот дела у нас обстоят на 2024 год. Реально, сейчас, получается, китайские автосалоны новых автомобилей, они растут как на дрожжах. Их становится с каждым днем все больше и больше. И когда мы начали, когда я начал делать вот эту вот целую серию видео по новым автомобилям в 2004 годах, я прямо ужаснулся, потому что в 2024 году, в 2024, ребят, году, когда мы начали делать серию, это вот второе видео. Первая серия у нас это была Lada, Renault, Gili, о, не Gili, а этот, Skoda, ну, там Nissan еще были. В этом видео вы увидели это Gili, ну, и Havail и Cherry. Вот, собственно, три автобренда, так скажем, в сегодняшнем видео вы посмотрели. Продолжение следует. Постепенно, раз в неделю, раз в полторы недели будем снимать похожие видео, пока мы не покажем все автомобили, которые новые продаются у нас в Республике Беларусь. Ну, а так, огромная просьба сделать репост под этим, ну, сделать этому видео репост, отправить его своим знакомым друзьям в TikTok. В TikTok. Вот TikTok, о чем и говорится, что я постоянно веду прямые эфиры в TikTok, уже путаю, где YouTube, где TikTok. И жду вас для обсуждения под этим видео в комментариях, а также напишите, ребят, с каких автосалонов новых автомобилей вы бы хотели увидеть следующее видео. То есть, вот прям заходите в комментарии и пишите там, Кирилл, хочу, вот, чтобы ты в следующем подборке видео такого формата был там такой-то автосалон, там, я не знаю, Mercedes, BMW. Ну, хотя Mercedes, BMW, Audi, это не сильно интересно, потому что мы все-таки стараемся вам показать новые автомобили в низком и среднем ценовом сегменте. Ну, а на этом все. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok